Депутат-социалист Игорь Дадон, по инициативе которого состоялось специальное заседание Комиссии по экономике, бюджету и финансам, заявил о том, что все украденные деньги из Банка Деэкономии ушли в фонд чьей-то избирательной компании. И в которых мы говорим в кадре комиссии, что, уйти, здесь, вверх, в Сенатур, я уверен, что это смешные, что это и альбастра, а ПДО. А вот плахатниук. Су фурат, из-за Филат, и плахатниук, из банка, 100 миллионов рублей. И са фурат, дупо что и аз миксорат, в август году, что случилось? В том, что в Банке экономии начали снять 100 миллионов долларов, которые у нас в депозитии персональной официальной, сходить в то же время, чтобы не получить фонд для компании электронной. Председатель комиссии Вячеслав Иоанн Ницца предоставил документы, в которых ясно видна преступная схема, подтверждающая вывод денег из Банка Диэкономии путем фальшивых кредитов, а также офшорных молдавских и румынских компаний. В период в которой мы получили много материалов, которые, при использовании каких-то фальшивых кредитов и офшорных молдавских кредитов, в том, что Биэкономии путем фальшивых кредитов. На сегодняшний день мы пробовали, с документами, 120 миллионов долларов. Речь идет о компаниях Caravita, Business Estate Investment, Next Estate Investment и Ava Inter. По словам Иоанн Ницца, этими компаниями руководят люди, приближенные к бывшему премьер-министру Владу Филату, а также его ближайшие родственники. Деньги, которые перешли в эти компании, были использованы для покупки земель, а также недвижимого имущества. Депутаты заявили о том, что комиссия должна в срочном порядке и при участии всех профильных ведомств рассмотреть ситуацию, а также обратиться к депмиссиям и Международным финансовым институтам для рассмотрения данного вопроса. Напомним, социалисты предупреждали о возможном развитии событий еще задолго до осуществления серых сделок с госсобственностью. Но власти никаким образом не реагировали на тревожные сигналы. Редактор субтитров А.Семкин